Спрос на дрова почти вдвое превышает возможности госагентства Молтсилва. По словам властей, ситуация создана искусственно из-за энергетического кризиса и паники среди населения. Посредники на Калия Бессарабии рассказали нам, что их запасы заканчиваются после того, как государственные органы решили, что лесхозы не будут больше продавать им древесину во избежание роста рыночных цен. Тем временем чиновники уверяют, что нашли пути выхода из этой ситуации. Подробности расскажем далее. В лесхозе села Селишти продают дрова жителям шести сел Аргеевского района. Ежедневно сюда приезжает 40 человек, которые покупают древесину по установленной госцене. В этом лесном хозяйстве сейчас около 900 квадратных метров древесины. Однако спрос очень большой, говорит начальник предприятия. И насколько хватит товара, неизвестно. Планируете еще рубить дрова? Еще немного, до четвертого квартала. Потребность большая у людей. Очень большая, а возможностей очень мало. В этом году спрос на дрова превышает возможности государства. Ежегодно агентство Молтилва вырубает около 700 тысяч квадратных метров древесины и зачастую она попросту не продается. Однако в этом году на фоне кризиса и паники спрос увеличился почти вдвое, говорят представители Министерства окружающей среды. Спрос составляет около полутора миллионов квадратных метров. Но этот спрос не отражает реального положения дел. Мы считаем, это искусственная ситуация, которая превышает потребность населения. Даже если ситуация искусственно созданная, чтобы откликнуться на запрос населения, государство решило принять некоторые меры. А если быть точнее, авансировать дрова. То есть компенсировать за счет следующего года и завозить опилки. Также на уровне переговоров обсуждается импорт древесины из Румынии. Две недели назад на заседании правительства разрешили импорт остатков древесины. Это означает, что в страну могут импортировать, уже по усмотрению экономических агентов, древесные отходы. Это опилки, которые могли бы стать альтернативой в холодное время года. Чтобы не допустить роста рыночных цен, в этом году лесхозы больше не продают древесину посредникам. Запасы у них были сделаны еще до июля, говорят в профильном ведомстве. Мы сегодня пообщались с некоторыми торговцами, которые продают дрова на Кали-Бессарабии в столице. Нам они сказали, что товара осталось очень мало, а люди покупают дрова, даже если цена почти в два раза больше, чем предлагает государство. У вас еще есть дрова? Нет. А почему? Потому что их нет. Когда деревья рубили? В этом году или в прошлом году? Думаю, что с прошлого года, потому что сухие. Покупателей есть? Да. Много? Достаточно. Смотрите, все, что осталось. В лесу больше нет дров. Почему больше нет? Идите и спросите у них, почему они не хотят, чтобы мы больше пилили. Люди, которые сегодня покупали здесь дрова, сказали нам, что у них нет времени ждать их от государства, так как зима близко. А если учитывать, что им нужно самостоятельно искать транспорт и потом еще пилить за свой счет, то обходится тоже недешево. Стою в очереди в мэрии. Там мне сказали, что нужно со своим транспортом и со своими людьми ехать в лес, грузить, привозить домой и пилить. Я нашла человека, и за это он попросил у меня пять тысяч леев. Зачем мне тогда ехать в Криулян, в лес, чтобы привезти их? Здесь удобнее всего. Дорого, конечно, но другого выхода у нас нет. Я на пенсии уже. Почему не покупаете у государства? Четыре месяца ждать? Я после операции. После этого мне еще ехать туда и грузить дрова? В этом году правительство выделило агентству Молтилва более 60 миллионов леев из резервного фонда, чтобы не допустить роста цен на дрова, продаваемые населению в холодное время года. Цена твердых пород дерева варьируется от 500 до почти 900 леев за кубометр, а мягкие – от 350 до полутысячи. Люди могут покупать до 500 кубометров древесины в один или два транша, в зависимости от возможностей лесхоза.